Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как я и обещала, с сегодняшнего дня, с 29 июня, я начинаю видеообзоры сортов более подробно. Если раньше я заходила в теплицу и проходила мимо всех-всех сортов, показывала вам, какие поспели, теперь я буду у каждого из них останавливаться и делать подробное описание, чтобы люди смотрели и выбирали для себя, какие сорта подходят именно им, а какие, может быть, не стоит даже покупать в магазине. Потому что, зайдя в магазин, мы видим вот эти красочные такие пачки, но мы не сильно, ну там иногда производители не очень сильно подробно пишут, какие для каких регионов подходят, какие условия. Это очень важно, потому что некоторые сорта, купив и начиная их выращивать, мы получаем плохой результат, отрицательный, они у нас не растут, они нам не подходят, потеряно время. Вот теперь мы будем смотреть все сорта, которые можно вырастить в сибирском регионе и уже употреблять в пищу в июне. Самый первый сорт, к которому я подойду, конечно, русские колокола. Мы в том году ими восхищались, любовались, и в этом году они тоже не изменили себе. Очень красивые, поспели в первую очередь. Вот этот сорт почему-то очень редко я встречаю в продаже, один раз купив, много-много лет назад. У меня даже нет пачки, я не могу даже показать вам пачку, потому что у меня еще в прошлом году она где-то болталась, старая такая, намокшая, нынче она вообще куда-то пропала. У меня вот от новых сортов есть пачки, которые я новинки, ну новинки, которые использую, первый раз испытываю. Это не новинка, я его выращиваю уже несколько лет. Но и дело в том, что даже пачку не могу вам показать, и хотела еще раз купить новую пачку, хотя бы на образец. Не нашла, почему-то нет сорта русские колокола в продаже, и мне в прошлом году многие обращались, хотят купить семян, хотят вырасти этот сорт, потому что не могут найти в своем регионе. Сразу забегая вперед, скажу, что о заказах семян пока не говорим, еще рано. Семена кому, кто захочет, я смогу выслать, но буду только в августе об этом писать, всем сообщу, пока не будет реальных семян уже готовых. Я не буду ни принимать заказы, ни выставлять каталог, ничего. Сейчас разговариваем только о свойствах. Вот эти русские колокола, как вы поняли, это вот такие кистевые кисти, вот эти грозди, очень красивые, такие эффектные. Но еще они очень вкусные, потому что всем известно, что оранжевые сорта, там больше в несколько раз вот этого бета-кератина, которые, вот эти плоды, они очень полезны для детского питания, для диетического питания. И вот сейчас, на 29 июня, вот этот сорт, высаженный вместе со всеми, уже дал мне 7 кистей. Я вот сегодня считала, вот смотрите, какие такие богатые грозди, вот раз, два, считала, три, четыре, пять, и вот выше, 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 шесть, семь. Весь куст, видите, увешан этими плодами. Это все будут такие вот красивые оранжевые томаты. Он невысокий, он не индетерминантный, он прекращает потом, в конце концов, свой рост. Он очень удобен, этим мне нравится, потому что с высокими сортами очень сложно бороться. Вот у меня некоторые сорта, сейчас покажу, уже почти до потолка теплицы вон доросли, и еще там будут проблемы, они сейчас начнут обжигаться у них верхушки из-за жары. Вот этот сорт, он ни разу в жизни у меня не растрескивался. Не растрескивается, несмотря на то, что я сейчас обильно поливаю. Я обильно поливаю, потому что у меня завязываются томаты, вот видите, вон гроздья висят, все это завязывается, все это наливается, нужна сейчас вода, нужен обильный полив. Но вот эти в спелом виде висят, они же тоже получают такой же обильный полив наравне с другими, они не трескаются. Вот это очень хороший большой плюс томатам, которые даже самые-самые спелые, вот видите, уже ярко-ярко такой оранжевый, темно-оранжевый, он все равно, на нем нет трещинки, и он будет висеть еще очень долго, я буду ждать, когда остальные поспеют, чтобы показать вам, что он не трескается, он не деформируется, плоды сохраняют свою вот такую вот. Ну и, конечно, любой понимает, что и для салатов он подходит на значение универсальное, и в баночку он прекрасно полезет, и такой яркий, если вот, например, вместе с красными ассорт делать, ну это вообще сказочные будут консервация банки. Все, вот этот сорт восхваляю, всем советую, очень хороший, раннеспелый сорт, среднерослый, и для теплиц, и для открытого грунта. У меня в открытом грунте тоже поспел уже такой один томат, это из тех, которые были вот этого же посева, но только они переросли, я обрезала верхушки, посадила их в грунт, и вот эти обрезанные верхушки, они тоже плодоносят, и тоже уже поспела даже одна помидорка в открытом грунте. Так что, если вы посеете рано, можно получить ранний урожай и в открытом грунте. И вот ничего плохого, ничего из недостатков про этот сорт я сказать не могу. Красивый, да, вкусный, да, долго такой сохраняющий свой товарный вид, да, удобное выращивание, да, вот видите, я его сейчас, листья обрезали, обрезала, я ничего с ним, особых хлопот не было, я в два ствола его оставила, там где повыше, начали какие еще новые кисти образовывать, я их тоже не стала удалять, потому что нам не нужна здесь крупноплодность, вот с такими пальчиками, с томатами, сколько вынесет, столько вынесет растение. Все, вот это краткий такой видеообзор на начало июня, так рано начала описывать, для того, чтобы люди, посмотрев вот этот мой видеоролик, поняли, что и в сибирском регионе, и в других холодных регионах, при, даже при неблагоприятных условиях, помните, как я высаживала, какой здесь был холод, есть сорта, которые прекрасно вам созреют, дадут плоды уже в июне, в конце июня, но он поспел не в конце июня, он уже давно висит, и можно вырастить и в сибирском регионе, и в других холодных регионах, конечно, все это в теплице, но сейчас теплица почти есть у всех, выращивайте, вот сорт русские колокола, прелесть, а не сорт.